Генеральный партнёр программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнёр программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». Дорога к высокому сезону. На курорте начались работы по ремонту дорожного полотна. Продолжается и благоустройство города. Море цветов, улыбок и добрых пожеланий, как в Анапе встречают в Международный женский день. В музее с мамой приятное времяпровождение и культурную программу в подарок предлагает Анапский археологический музей. Глава Анапы провёл приём по личным вопросам. Сергей Сергеев открыт для общения. В его рабочем графике всегда есть выезды в сельские округа. А еженедельные плановые приёмы дают анапчанам возможность обсудить с руководителем города-курорта вопросы частного характера и общественные инициативы. Ольга Старовойтова и её соседи по рабочему месту – предприниматели с рынка Северной. Главе Анапы пришли с просьбой помочь им получить в субаренду участок земли, примыкающий к рынку, для оптимальной организации работы и комфорта покупателей. Мы пришли, у нас такая ситуация. Мы письмо писали по поводу, значит, вот эта 318, стоянка-парковка к рынку Северной. Так, насколько я понимаю, вот это улица Северная. Улица Северная. И, значит, с 99-го года мы заезжали и парковались вот здесь. Вот, смотри, нах, вот это? Вот это, да, да. Вот это? Да, вот сюда. И сюда пошло, да? Да, сюда пошло, да. И выезжаем вот так, и вот через вот эту вот дорогу. Вот эта дорога. Так, а чей это участок сегодня? Не знаем. В Аренди или в Аренди? В Аренди. Это муниципальный. Ну что хотите? Мы хотим, чтобы вот это все... Вы здесь проезд? Нет, чтобы здесь вот эта парковка, нам даже не столько... Вот эта? Нет, вот эта парковка. Парковка для покупателей. Рынок Северный продолжает благоустраиваться. Конечно, удобная парковка для посетителей и для подвоза товара нужна. Сергей Павлович пообещал изучить вопрос. На приеме у главы владелец земельного участка на Большом Утрише Людмила Скачкова. Собственники пытались начать стройку, но встретили отпор со стороны местных жителей. Зеленый фон заповедного поселка должен быть неприкосновенен. Я не могу назвать это проблемой с жителями. Я могу назвать просто проблемой нерешенной при подготовке к строительству. Я против спила деревьев. Была бы моя воля, я бы вообще ни одного не разрешил. Особенно на Утрише, понимаете? Потому что мы здесь живем. Вы где родились? Я родилась в Тульской области. А я на Кубани. И мои дети родились на Кубани. И я хочу, чтобы мы оставили свою экологию в том виде, в котором мы ее приняли от наших предков. Ведь мы стали в противостоянии с людьми коренными жителями. Мы все россияне, мы все жители России. Но люди, которые там живут изначально, они вправе требовать того, чтобы их природу, нашу природу. И тем более это заповедник, это Большую Триш. С предложением установить побратимские связи с Тирасполем, столицей непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, пришел житель субцеха Владимир Атаманюк. Надо изучить. Меня настораживает то, что Тирасполь – это столица, в принципе, хоть и не признанной, но республики, зарубежного государства. Те города побратимы, которые вы назвали сейчас, они являются центрами субъектов Российской Федерации. Мы не центр, у нас центр Краснодара. Поэтому прыгать, ну, можно и с Лондоном побратимством заняться, и с Нью-Йорком, еще с кем-то. Все зависит от того, какие мы цели будем преследовать. Понимаете? Понятно. В чем наша родственность? Приемы главы проходят еженедельно. Предварительную запись ведут в отделе по работе с обращениями граждан на Крымское, 99. По распоряжению главы города Сергея Сергеева специалисты жилищно-коммунального хозяйства приступили к ямочному ремонту дорог. Основная работа сегодня развернулась на Пионерском проспекте. Содействованы две бригады рабочих и четыре единицы тяжелой техники. Подрядчиком выступила ДРСУ «Вираж». Сейчас идет выемка разбитого дорожного покрытия и подготовка поверхности под асфальтирование. На всем протяженности около 800 метров квадратных ямочного ремонта необходимо выполнить от 5 до 8 сантиметров толщиной. Всего ямочного ремонта у нас 4260 метров квадратных. И в дальнейшем, согласно плану, они будут продвигаться в сторону Витязева, улица Горького, затем верхняя дорога и заходят в город по самым проблемным нашим местам, которые первое, за эту зиму она была немножко, скажем так, суровая. Будем выполнять улица Шевченко, Самбурово и так далее. Дорожно-ремонтные работы начались еще на прошлой неделе. На улице Владимирской уже обновлено более 100 квадратных метров асфальтового покрытия. Если погода и дальше будет благоприятствовать, то завершить ямочный ремонт специалисты обещают уже к середине мая. Кроме того, продолжается и процесс благоустройства курорта. Сотрудники Римстроя облагораживают улицы города и Пионерский проспект. Здесь идет строительство велосипедной дорожки. Ежедневно трудятся две бригады и четыре единицы спецтехники. В настоящее время пройдено уже около 900 метров. Установлено 450 метров бордюра. Засыпано 400 кубометров щебня. Кроме того, начат монтаж тротуарной плитки на набережной возле санатория «Русь». Также сотрудники Римстрой завершили замену плитки на левой стороне улицы Гребенской и перешли на правую. Анапа на всех экранах страны. 8 марта в Международный женский день на телеканале «Россия-1» состоится премьера телесериала «Цыганское счастье» режиссера Рамиля Сабитова. Примечательно, что часть съемок проходила в Анапе. И жителям нашего курорта наверняка будет интересно узнавать на телеэкране пейзажи, в которых будет разворачиваться действие мелодрамы. «Цыганское счастье» расскажет о чувствах двух совершенно не похожих друг на друга героев. Современной девушке Нади, живущей в мире высоких технологий, и красавца цыгана Яна. Вместе им придется пройти непростой путь от ненависти до любви. Цветы, улыбки, песни в Анапе встречают в Международный женский день. В городском театре прошел праздничный концерт, который получился неофициальным, домашним и теплым, как мамин пирог. Море цветов в фойе городского театра. Классическая джазовая музыка. В зале прекрасная половина города-курорта – это врачи, педагоги, экономисты, предприниматели, женщины самых разных профессий, но прежде всего хранительницы очага. Вы наши любимые. Я реально представляю, что кроме того, что вы работаете, у вас есть и еще одно большое предназначение. Вы трудитесь и долго. Вы создаете уют. Очага, куда мы возвращаемся после работы. Вы воспитываете детей. Вы делаете многое-многое из того, что делает нас мужчин добрее. И сегодня, вместе со словами благодарности, я хочу признаться вам, что действительно многое из того, что сделано доброго на территории Анады, сделано по вашей воле. С вашего согласия и с вашей подсказки. На сцене самые юные анапчане, то, что близко каждой женщине, а также номера, которые символизируют мужские качества, программа, как собирательный образ, солдат, правитель, при этом голландский кавалер, который, если нужно, может поддержать веселую компанию. Московский коллектив «Губерния», солист Алексей Петрухин поет с детства. У мамы был казачий коллектив. Дома шили костюмы, разучивали песни, звучали баяны, балалайки, сон Степана Разина. Одну из самых знаменитых казачьих песен пели всем залом. Зал потрясающий. Немножко я переживал, как будут принимать. Но я всегда переживаю. Уже когда мы походили в гримерку, уже зрители здесь были, я видел, какие женщины нарядные, дамы. Это меня удивило, это прекрасно, это здорово. Город, мы были на набережной, естественно, набережная прекрасная. У вас замечательный воздух. Мы сейчас, в Москве у нас сейчас немножко дождливо, пасмурно, холодно, а у вас солнце. Очень концерт замечательный, настроение поднялось. Спасибо организаторам. Замечательный. Всех женщин с праздником. Все понравилось, все отлично. Душой отдохнули, теперь можно дальше работать. Весна началась, уборка, субботники. Хозяйка, роддомик кто? Женщина? Женщина. Нам, наше дело уборка, женская. Ваши души действительно светлые. Заместитель главы города Людмила Мурашова поздравляет патронатных мам. Я всегда так, главное, восторгаюсь, потому что не каждая женщина, не каждая семья, вот, решится взять чужого ребенка, нести за него ответственность. И самое главное, подарить ему хорошую жизнь. Мы собираемся всей семьей, у нас больше 50 человек в нашей семье собираются. Наши друзья все приходят из клуба, и у нас будет свой, у нас свой будет домашний тоже праздник. 50 человек – это дети, на своих и приемных их не делят невестки, зятья и внуки. Главные элементы того самого женского счастья. Прекрасных посетительниц Анапского многофункционального центра в канун международного праздника 8 марта ожидал приятный сюрприз. Анапчанки не только получили необходимую услугу, оформили документы, но и унесли с собой немного праздничного весеннего настроения. Как пояснили МФЦ, идея пришла спонтанно, просто захотелось порадовать прекрасную половину жителей Анапы. В музей с мамой с 7 по 12 марта Анапский археологический музей проводит акцию, в рамках которой женщины с детьми могут посетить древние городища и выставочный зал по цене детского билета. Акция приурочена к Международному женскому дню и является своеобразным подарком от сотрудников музея прекрасной половине населения курорта. Культурную программу в подарок маме может устроить любой школьник. Акция в музей с мамой – это когда приятное совместное времяпрепровождение становится еще и познавательным. Мы хотим таким образом сказать родителям, что дети должны знать свое прошлое, историю своей страны, своего родного города. Причем мы приглашаем и в отдел археологии на набережную 4 и в отдел краеведения на Протапова 1 с удовольствием всех мамочек ждем со своими детками в наш музей. Анапский археологический музей – хранитель античного историко-культурного наследия. Здесь представлены предметы быта жителей древнего города – амфоры и кувшины с росписью, орудия труда и охоты. В преддверии 8 марта особенно актуально прикоснуться к истории и жизни женщин древней Горгипии, увидеть во что они одевались, какие украшения носили. Здесь собраны целые коллекции древних ювелирных изделий – золота, камня и стекла. Хорошо сохранили сосуды для ароматических масел и духов. А это уникальная находка – светильник в виде женщины, аналогов ему в мире нет. Мы с удовольствием пошли, просветились, нам это интересно. Мы вообще читаем книжки, связанные с Древней Грецией и так далее. Да, сына? Здесь очень интересно, очень много познавательной истории нашего древнего города, Древней Греции. Спасибо организаторам этого проекта за возможность прийти сюда, привезти своих детей. Мне понравился музей Горгипии очень, потому что такие предметы быта, скульптуры, сохранившиеся с 2000 лет по некоторым, рисунки, подвиги Геракла. Интересно посетить и музей под открытым небом – часть раскопа Горгипии. Археологи говорят, это только малая часть древнего города, несколько кварталов и главная улица. Есть здесь и уникальные архитектурные детали, например, голова медузы Горгоны, высеченная из камня. И про каждый экспонат экскурсовод расскажет интересные и малоизвестные факты. Мы привыкли ее ассоциировать именно с таким типажом. Горгоны – это чудовище, один взгляд ее превращает в любого в камень. Потом видим милое, красивое лицо, потому что Горгон не только чудовище, но и матерью все-таки стал в свое время. И, может, многие не знали, что один из сыновей медузы Горгоны, чудовищей – это символ вдохновения всех поэтов, крылатый пегас. Акция продлится до 12 марта, а в сам Международный женский день в 14 часов всех женщин курорта музей приглашает на бесплатную экскурсию «Красота неподвластное времени», на которой современных красавиц познакомят жизнью женщин античного времени. Есть в Анапе женщины непростых профессий, с которыми и не каждый мужчина справится. Например, Татьяна Егорова – главный технолог Анапского водоканала. Уже более 30 лет она следит за сохранением технологий, модернизацией и обслуживанием оборудования, а также руководит внушительным штатом людей, большинство из которых – мужчины. Один рабочий день из жизни хрупкой женщины и сильного руководителя запечатлела наша съемочная группа. Вот уже 32 года подряд рабочий день Татьяны Егоровой начинается с одного и того же маршрута. Как признается главный технолог очистных сооружений, это сердце предприятия. Именно отсюда начинается очистка канализационных источных вод, которые поступают со всего города. За этим оборудованием необходим постоянный контроль. За три десятка лет здесь даже появились свои традиции. После каждого ремонта, а борта аэротенка разбивается бутылка шампанского. Очень долго мы ковырялись, потому что у нас ни опыта не было, ничего сделали. И он приехал с бутылкой шампанского и говорит, ну давайте хоть как-то обмоем по нашей традиции. А кто-то из лесорей говорит, давайте лучше об бортках и пусть наш корабль. И мы его как шарахнули, и все. И это было где-то, наверное, в 88-м году. В подчинении у Татьяны Сафроновны почти 70 человек, большая часть из которых – мужчины. Трактористы, сварщики, бульдозеристы, контролеры. Женщину-руководителя они слушают беспрекословно. Она всегда дает дельное поручение, признаются сотрудники. К тому же Татьяна Егорова – одна из старейших работников производства. Она принимала участие в строительстве всех этих коммуникаций и знает о работе очистных сооружений абсолютно все. Александр Маслов вспоминает, как еще будучи студентом, попал под ее руководство. Она прекрасная женщина. Во-первых, не конфликтный человек, справедливый, требовательный, конечно, она тоже. Вот это не отнятие ее качества. Но они такие и положены. Но как женщина, она прекрасная, вы сами видели. Такая радушная. Приятно работать. Я работаю вместе с ней с самого начала, поэтому я ее прекрасно знаю. Как говорится, ей было 28 лет. Ну, мне 25, когда я пришел сюда. Маршрут главного технолога завершается в бактериологической лаборатории. Здесь применяются все знания в химии. О жизни бактерий зависит качество очистки воды, поэтому мониторинг и химический анализ проводятся по несколько раз в день. Система очистных сооружений – это тонкий и отлаженный механизм. Малейший сбой может напрямую отразиться на жизнь всего города. Предприятие очень необычное. Как-то вот едешь там в автобусе и начинает кто-то там говорить. А очистные – да, там, ты же знаешь, они воняют, там одна большая яма вырыта, туда все качают. Люди не представляют, что это такое. Что это масса, масса все. Задвижечек, вентилей, насосов. Какие-то трубочки, какие-то гаечки. И они каждый день корродируют. Каждый день. Вот сегодня вдруг раз и прорвала та труба, которую мы уже и забыли, и она нам сто лет не нужна была. Она нам напомнила, что, ребят, надо было все вовремя делать. А территория огромная, 13 гектаров территории. И вся она, вся как этими жилами человек, вот так все насыщено трубопроводами. Уже совсем скоро у Татьяны Сафроновны наступит горячая пора – курортный сезон. По сравнению с зимним периодом, объемы потребляемой воды увеличатся в два, а то и в три раза. Поэтому сейчас все внимание проверки комплексного оборудования, чтобы предстоящий курортный сезон прошел чисто и без сбоев. Готов к труду и обороне. В рамках зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-здоровительного комплекса 11 марта в 9 часов на Театральной площади состоится выполнение нормативов ГТО. Любой анапчанин старше 18 лет может попробовать силы, испытать себя и посоревноваться на лучший результат. Для каждого возраста свои нормативы, выполнив которые, можно получить знак ГТО. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте ГТО, скачать на официальном сайте Управления по физкультуре и спорту заявку и заполнить ее, получить заключение от терапевта о группе здоровья. Принять участие в мероприятии можно и без регистрации, но тогда без зачета. И в завершении выпуск информации от наших партнеров. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. И еще один партнер программы новости – медицинский центр «Анапокеан». Это качественная комплексная медицинская помощь, начиная от первичной консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Особое внимание мужчин в канун праздника 8 марта. Лучший подарок женщине – спа-процедуры, массаж и чашечка кофе от лучшего итальянского повара. Все это «Манапокеан». Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты, срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Консультация и осмотр у врача-эндокринолога. Исследования, экспресс-тестирование и УЗИ всего за 1102 рубля. Анапа «Океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 4 24 19.